Сегодня рассмотрим целых два мессенджера, которые по заявлениям разработчиков способны работать без интернета – NewNote и BridgeFi. Это не в моей традиции рассматривать сразу два мессенджера. Я привык детально рассматривать каждый сервис и даже на один время не обычно не хватает. Но в данном случае NewNote со своей задачей не справился. И выяснил я это только, когда полностью разобрался с мессенджером. Поэтому разбор решил оставить, но сильно его сократить. Мессенджер достаточно интересный сам по себе. У него очень именитый разработчик, который, собственно, придумал технологию P2P, на которой этот мессенджер основан. В прошлом, кстати, NewNote назывался Firesight. Значит, в NewNote, в отличие от Firesight, появилась возможность регистрации без привязки к номеру телефона. Это хорошо. Регистрация по email может быть достаточно анонимной, если вы заведете чистый адрес с соблюдением всех мер предосторожности. А вот капча тут достаточно живодерзкая. И это плохо. Добавляем юзернейм, имя обязательно, фамилию не обязательно. И он говорит, что будет в фоновом режиме подключаться к устройствам поблизости. Для этого ему нужен доступ к данным о местоположении. Это я ему дал, но он так никого и не нашел. Значит, мы можем написать кому-то или сделать фото. Так как контактов у меня нет, фото можно отправить пока только себе. Возможность отправлять сообщение себе – это уже хорошо. И добавим контакт. Делается это достаточно просто по юзернейму. Никаких подсказок, что этот юзернейм кому-то принадлежит тут нет, но я знаю, что пользователь такой есть. И можно сразу начинать ему писать. Рецепиенту придет запрос на подтверждение контакта, и если он согласится, вы можете начинать переписываться. В принципе, тут есть все, что должно быть в хорошем мессенджере. Таймер удаления сообщений, много настроек безопасности, в числе которых, например, подтверждение контакта по ключу безопасности. Возможность прикрепить файлы, отправить аудиосообщение с тем, что это хорошо, кстати, кто-то может поспорить. И даже возможность отправить геопозицию. Но нет самого главного – возможность общаться без интернета. Я очень долго экспериментировал, ему нужен Wi-Fi и Bluetooth. Поэтому единственный вариант смоделировать отключение интернета, который я нашел – я просто выдернул кабель из роутера. Ну то есть сеть Wi-Fi осталась, Bluetooth был, интернета не было, и связи с устройством, которое лежало в 10 сантиметрах от моего мобильного, тоже не было. Ну то есть на данном этапе эксперимент провалился. Может быть, New Note заработает при каких-то других условиях? Не знаю, у меня не работало. Абриар, например, работал при любых условиях, как, в общем-то, и Bridge Fee, к которому мы сейчас переходим. Wi-Fi ему не нужен ни в каком виде, только Bluetooth. Но он уже не такой интересный, если его рассматривать просто как мессенджер. Регистрация только через Google аккаунт и Apple. Я думаю, ID. Не маковод, простите. Также нужен доступ к местоположению, чтобы он искал людей поблизости. И вот он нашел некую Наталью. Я знаю, кто она, и сразу же могу начинать с ней переписываться. Хотя нет, наверное, лучше сразу изменить имя пользователя. Он подхватывает его автоматом из Google аккаунта, и если вы не хотите особо светиться, это можно сделать здесь. Все, можно начинать переписываться. Нет, нельзя. Теперь он зарядит целый блок рекламы. Очень неприятно, но у меня это было в таком виде только при первом использовании. Потом вроде не выскакивало в таком количестве. Ну и все. Интернета нет, сообщения приходят. Разработчик заявляет, что зона контакта 100 метров, но он может использовать любые устройства с BridgeFi в качестве моста. И если устройств много, то радиус действия увеличивается. Промежуточное устройство по заявлению разработчиков ваше сообщение не могут расшифровать. И кроме общения один на один вы можете устроить публичный чат. Тоже интересно, сообщение придет всем людям, которые находятся в зоне доступа. В общем жалко, что так получилось с New Note. Сам по себе мессенджер хороший. Но может быть он все-таки в процессе разработки и скоро все наладится. Либо я неправильно смоделировал отключение Wi-Fi. Пишите в комментариях, кто знает. А BridgeFi пусть и простенький, но вполне себе работает. Советую скачать, установить и разобраться заранее. Ну так, на всякий случай. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова Ломов и Теплица социальных технологий.